В последнее время комьюнити все чаще и больше недовольна действиями CD Projekt Red. Что не новость или событие, то ситуация становится все хуже, и красных считают чуть ли не новой корпорацией зла, готовой сделать все что угодно ради наживы и личной выгоды. Причины тому есть, и многие обвинения абсолютно не безосновательны, тем более что началось все с большого обмана на релизе Киберпанка, и подогревалось многими странными решениями дальше, одним из которых был все тот же перенос замученного обновления для третьего Ведьмака, из-за отказа работать с российской студией, отмены второго DLC для Киберпанка и мультиплеера к нему же, и так далее до бесконечности. Но все ли так плохо? Стоит ли опасаться за будущее новых Ведьмаков и ремейк первого? Давайте разбираться, ведь мое имя, Эвойс Ребус, это просто канал об играх, и... кстати... Любишь угарные нарезки по разнообразным играм? От жуткой фазмофобии в компании друзей до безумного экшена в Варфейсе? От странного выживания с другом до классической контры? Тогда тебе наверняка зайдет канал Родрен с веселым и позитивным контентом, которого часто так не хватает. А тут посмотрел, и как будто с собственными друганами весело провел время. Заглядывайте на канал Родрен по ссылке в описании, если понравится, обязательно подпишись. Новый ролик уже очень скоро. Кажется, самое время рассказать вам одну историю. Привет, ковбои! Вот вам новость. CD Projekt Red прекратят поддержку Гвинта. В 2023 году разработчики выпустят три карточных набора, которые добавят в общей сложности 70 новых карточек, проведут последний киберспортивный турнир, который продлится вплоть до декабря, и после 2023 года забудут про Гвинт. Больше никаких патчей, апдейтов и даже за баланс будут отвечать сами игроки. Для этого в Гвинт хотят добавить специальный инструмент под названием Гвинтфинити, с помощью которого фанаты смогут регулировать баланс сами. А ведь когда-то Гвинт был всеми любимой народной игрой, начиная ещё со времён мини-варианта в третьем Ведьмаке, которая со временем выросла в отдельную игру, вышла на ПК, консолях и смартфонах, обзавелась своей собственной очень крутой сюжеткой и даже весьма недавно сингловой версией. И хотя я никогда не был большим фанатом именно Гвинта, Гвинтику, конечно, отдельный привет, знаю, что у игры сформирована очень тесная, плотная комьюнити. И жаль, что CD Projekt Red так и не поняли до конца, что им делать с Гвинтом. Развивать ли его в сюжетные режимы или сингловые? Усложнять или упрощать? Делать больше лайнов или меньше? Если среди зрителей есть фанаты Гвинта, как вам новость и что думаете насчёт Гвинфинити? Возможно, теперь-то комьюнити само доработает игру под свой вкус. Ну а я считаю, спасибо, что хотя бы не отключат сервера. И в Гвинт всё так же можно будет поиграть всем. В отличие от другой игры, мобильного ведьмака Охотник на чудовищ. Это кто забыл, эдакий аналог Pokemon Go. У меня даже был обзор на него на канале. Так вот, это внеплановое детище ведьмака и покемонов, которое вышло в эпоху ковида и других интересных событий, закроют полностью 30 июля 2023 года. То есть все сервера будут закрыты, игра станет недоступна для скачивания и даже пропадёт, скорее всего, с вашего устройства. Уже 31 января 2023 года CD Projekt Red уберёт игру из Google Play и App Store, а также отключит внутриигровой магазин. Контентных обновлений, соответственно, тоже не будет. И игрокам дадут полгода, чтобы всё доделать и проститься с игрой. Интересно, что ни слова про компенсацию и возврат потраченных средств в указе не сказано. А значит, или его не будет, или в игру так никто и не задонатил. Хотя, помнится, на релизе были кое-какие новости о неплохих заработках. Но, видимо, на этом всё и закончилось. Вообще, Ведьмак Охотник на Чудовище разрабатывали не CD Projekt Red, как вы понимаете, а внешняя студия Spock, которую специально приобрели под мобильные проекты и занималась она своим проектом плюс-минус самостоятельно. Сейчас же, насколько я понял, студию полностью расформировывают, а её активы присоединяют к CD Projekt. И на это у меня есть один логичный вопрос. Что будет дальше? Неужели завтра пройдёт стрим, где объявят, что обновление для третьего Ведьмака отменяется, а игра пропадёт со всех аккаунтов? И именно эти люди, которые не в состоянии довести до ума любимую мини-игру сотен тысяч фанатов Ведьмака, а также придумать и довести до окупаемости странную мобилку, имея всю эту фан-базу, будут заниматься разработкой новых Ведьмаков и ремейком первого Ведьмака, который, к удивлению многих, ещё и на моменте планирования оказался не первым Ведьмаком, а игрой в открытом мире, которая выйдет куда позже первой части новой саги. И это я ещё молчу про крайне сомнительное добавление Геральта и нового контента в другие игры. Из недавнего это большая интеграция с Lost Ark, где будет целый континент, стилизованный под Неверленд, и добавление скина Геральта в Fortnite. Нет, вы вообще видели, что сделали с нашим Ведьмаком? Неужели он заслужил это? И что дальше? Майнкрафт? А почему бы и нет? Я не эксперт игровой индустрии и считаю, что крайне плох в обзорах чего-либо. Но я люблю игры, и хочу, чтобы они приносили мне удовольствие. Иногда это может быть удовольствие через боль, иногда через фарм, иногда через гачу. Да, вкусы у меня, конечно, такие себе в основном. Однако, если бы в моей любимой игре вдруг анонсировали ивент с Геральтом, или вообще добавили целый пласт контента из Ведьмака, я был бы только рад. Так что ничего против коллабораций с Lost Ark, Fortnite'ом и множеством других игр не имею. Если это радует игроков этих игр и поддерживает интерес к вселенной. Пускай даже такими методами. Разве это плохо? Конечно, ничего хорошего в этом тоже нет, но аудитория разная, интерес у всех разный. Так что... Ладно. Я даже не против сериала и рад, что часть его контента добавили в третий Ведьмак с обновой, ибо это просто весело и угарно, особенно я уверен, забавно на этот контент будут реагировать люди из чата, когда я подрублю стрим обновленного Ведьмака. Закрытие Гвинта и Охотника на чудовищ крайне неприятная новость, но это далеко не первые дополнительные проекты красных на около ведьмачью тематику. Были другие мобилки и браузерки, были электронные настолки и даже моба. Каждая игра как эксперимент своего времени, и увы, каждая была закрыта и практически забыта. Сейчас CD Projekt Red ждет несколько крупных проектов. Новый Ведьмак, новый Киберпанк и совершенно новая игра. Про мультиплеерный Ведьмак и ремейк первого я не говорю, ими будут заниматься сторонние студии. Но чтобы каждый из основных проектов вышел хорошим, придется приложить все возможные усилия. Гвинтом занималась часть команды CD Projekt Red на постоянной основе. И после окончания поддержки ККИ, они займутся внутренними проектами. Возможно, новой мини-игрой для следующей серии. Со всем их опытом должно выйти что-то грандиозное. Студия Спока будет расформирована и поглощена CD Projekt. Многим людям дадут шанс найти место под крылом команды разработчиков CD Projekt Red. Однако после того, как мобильный Ведьмак Охотник на монстров не оправдал возложенные на него финансовые ожидания, и в связи с изменением глобальной стратегии, CD Projekt более не будет сама заниматься мобильными играми. И, как понимают, другими в принципе тоже. Сильной стороной проектов всегда были сюжетные экшен-рпг. Их попытка усидеть сразу на нескольких стульях, увы, не принесла желаемого результата. А значит сейчас время играть по-крупному. Делать большие игры и не отвлекаться на то, к чему не знаешь, с какой стороны подойти. И именно это отличная новость. Всё больше их стратегия, направленная на концентрацию вокруг крупных проектов по основным франшизам, обретает смысл. А мобилки и другие игры всё-таки будут выходить, но вероятно как что-то партнёрское. На уровне заплатили студии за то, что она сделала для них игру, а не выкупать и присоединять к семье. Сейчас об этом говорить уже не имеет большого смысла, но релиз Киберпанка сильно подкосил разработчиков и руководство. Игра конечно окупилась и сейчас находится на подъёме, хотя это и стоило компании огромных репутационных издержек и потери кучи пунктов на бирже. Но тогда на релизе это изменило всё. И вместо планомерного развития игры, выпуска нескольких DLC, их доработки прикольных фич и мультиплеерной версии Киберпанка, все силы были брошены на то, чтобы хоть как-то заставить игру работать по-настоящему хорошо. Такого масштабного проёба игровая индустрия ещё не видела. Киберпанк собрал просто всё, что можно было на старте, эдакий Танос из Марвел. И миллиарды багов, и неиграбельные версии на старом поколении консолей, и введение в заблуждение, и несоответствие рекламы реальности, и неоправданные ожидания, и нереализованные амбиции. Мне кажется, можно перечислять этот список вечно. Однако вероятно, именно этот провал дал нужный толчок в CD Projekt, чтобы те наконец перестали распыляться и взялись за дело серьёзно. При этом, меня действительно волнует, что одновременно в разработке находятся сразу три игры. Новый Ведьмак, новый Киберпанк и новый проект. А также ещё два на контроле, ремейк первого и мультиплеерный Ведьмак. Ибо чтобы правильно распределить время, ресурсы и контроль, нужно быть просто какими-то гениальными челами. Но при этом, я не волнуюсь за каждый проект в отдельности. Про новый проект ничего не известно, его, наверное, даже не разрабатывают, так что забудем о нём пока. Мультиплеерная непонятная фигня – это эксперимент, чтобы попытаться выйти на конкретную новую аудиторию. Не уверен даже, что целевой потребитель вообще фанаты Ведьмака. Второй Киберпанк будет на порядок лучше первого. Вселенная обретает черты и обрастает массой. Понсмит на месте, да и основная команда, которая сейчас трудится над дополнением, переедет в США, чтобы работать над продолжением там. За эту игру я волнуюсь меньше всего. У неё только путь вверх. Новая сага, но она новая. В ней, возможно, не будет не только Геральта как главного героя, но и вообще ничего связанного с известным нам временем и континентом, а значит и всеми людьми на нём. Но будут новые школы, новые ведьмаки, новые монстры, новые заказы. Проект не наследник третьего как таковой, не продолжение, а именно новая игра с новым сюжетом и общими ведьмачьими чертами. Так-то игровая серия тоже не совсем продолжение книжной саги. И если в первой части легко угадывалось влияние книг, то к третьей сходство между книжным Геральтом и игровым с большим трудом достигалось только множество модов. Сейчас у разработчиков не будет и этих ограничений, и по сути это будет полностью новая их игра. Я полон надежд, что новая сага сможет меня удивить, развлечь и самое главное увлечь новыми витками развития вселенной ведьмака. А вот ремейк куда интереснее. Из трёх вариантов его создания разработчики выбрали самый простой и логичный путь открытого мира. Не лучший для фанатов первого ведьмака и не самый худший в принципе. Нас определённо ждёт страшная смесь наработок первой игры из новой саги, её идей, механик, ассетов и геймплея. Лучшие наработки прославленной третьей части. Открытый мир, внешность персонажей, система выборов и построения сюжета, а также огромное количество фан-сервиса и отсылок на него. Всё это будет натянуто на базовый скелет территории и сюжета первого ведьмака, с расширением во все стороны. И на остаток в игру попытаются засунуть всё, за что первый ведьмак полюбился фанатам. Просто представьте, первый ведьмак вместо третьего, но чтобы разрабатывали его после первой игры новой саги, и вы получите то, что представили. Это конечно лишь моё мнение, но главная задача разработчиков заставить фанатов ностальгировать по третьему и первому ведьмаку. Если они поймут за что люди любят эти игры, то реализовать это будет не так уж сложно, ведь формула готовая уже будет. Именно поэтому я не волнуюсь очень сильно за эту игру. В итоге, CD Projekt не корпорация зла как таковая. Они конечно хотят стать большой компанией, выпускать много успешных больших игр, но я уверен, что их лучшая эра ещё впереди. Ведь все известные нам примеры больших компаний-корпораций выпускали много хороших популярных игр, пока не скатывались на самое дно, а не одну единственную, как по сути это сделали CD Projekt. И те действия, что CD Projekt совершает сейчас, пусть и не безошибочно, но дают хорошие надежды на будущее. Уверен ли я в своих словах? Да нет, куда мне. Я маленький блогер и фанат Ведьмака, моё мнение априори субъективно и мечтательно. Но я верю. И моя вера прямо сейчас стоит на двух больших таких столбах. Это обновлённый Ведьмак 3. Особенно меня интересует техническая часть релиза. Появились ли новые баги и проблемы? Ибо насчёт контента мне всё нравится даже без полного патчнота. Но в целом обновлённым Ведьмаком занималась другая студия, и как её адаптировали CD Projekt Red мне непонятно. И второй столб это дополнение к киберпанку. Его, в отличие от обновления для Ведьмака, делали сами проекты. Так что технически я думаю всё будет нормально, а не как с киберпанком на релизе. Но вот наполнение покажет именно работу над ошибками в своих амбициях и способностях реализовать. Так что ждём эти два релиза, и по последним новостям они нас удивят. Одной из главных ролей в дополнении для киберпанка играет Идрис Эльба. Колоритный мужик, рад его видеть. Ещё и русская озвучка, возможно. Прекрасно. А в обновлении для Ведьмака улучшат и исправят русскую локализацию игры. И главное, решат проблему с ускорением и замедлением реплик персонажа. Вы себе это представляете? Такого подарка я даже не ожидал. Интересно, что будет на релизе? CD Projekt Red. Пожалуйста, не подведите. Я в вас верю, и перед пацанами, которым я сейчас всё это втираю, будет стыдно. Знаю, что многие хейтят проектов и делают это за дело. Знаю, что у многих кредит доверия на нуле. Но ведь от вас ничего и не требуется делать. Просто давайте вместе наблюдать за тем, куда CD Projekt Red приведёт их путь. Свои комментарии, как всегда, можете оставить в группе в Телеграме. И в чате обсудить его. Или если хотите поддержать мои старания, то переходите на Boosty. Там есть несколько уровней. Ранний доступ к роликам без рекламы и ссылочка на закрытый чат в Телеге. Большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Если видео понравилось и не хотите пропустить следующее, то ставьте лайк. Оставляйте комментарии и подписывайтесь. Не забудьте заглянуть в описание, там ссылка на приятные для вас и меня. На этом всё. С вами был A Voice Rebus и увидимся в следующем видео.